Всем привет, друзья! В выпуск мы начнем с Флойда Мэйвезера, который ответил на вопрос о поединке Сауль Альвера с Билли Джо Сондерс и призвал британца недооценивать Канелло. Совет Флойда звучал так, будто фаворитом является именно Сондерс. В боксе все может случиться. Могу сказать, что Канелло изучал наш с ним бой и мои движения в этом бою, мои атаки под разными углами. Канелло бился с трипл жи и победил Ковалева, наделав в боксе много шума. Я не хочу, чтобы Билли Джо его недооценивал. Думаю, это будет отский поединок. Если говорить о первом номере паунда, то я не буду называть Дэвиса только потому, что являюсь его промоутером. Но сейчас Джерлонто самый захватывающий боксер. Да, он самый увлекательный. У него рекорд 22-0, 21 победа нокаутом. Так что Джерлонто Дэвис в настоящее время самый захватывающий боец в нашем виде спорта. Что касается лидера паун-фа-паун, то я бы назвал Торанца Кроуфорда. Он первый номер в списке лучших боксеров, вне зависимости от весовой категории. Согласны ли вы с Флойдом? Напишите в комментариях. Известный промоутер Бо Парум прогнозирует, что Энтони Джошуа уступит в поединке против Кубра Топулева. Я говорю чистую правду. После 20 июня не будет никакого Энтони Джошуа. Он окажется в нокауте. Послушайте, 20 июня на стадионе Тоттенхэм в Лондоне Джошуа будет нокаутирован. Сделает это мой подопечный Кубра Тпулев. Также Бо Парум раскритиковал Оскара Далахою за игнорирование Кроуфорда как соперника Канело. Если бы Канело спустился в 160 фунтов, это был бы огромный бой. Да, Канело против Кроуфорда в среднем весе. В отличие от большинства людей, я не реагирую на то, что говорит Оскар, потому что он не способен нормально работать. И это одна из причин, почему у Канело иногда возникают проблемы с ним. Вы не можете, имея пагубные привычки, как у Оскара, адекватно работать. Даниэр Ильусинов поделился своим настроем на бой с бывшим чемпионом в первом полусреднем весе Джулисом Индонгой. Поединок состоится 17 апреля на арене MGM National Harbor в городе Оксенхилл, штат Мэриленд. Это самый важный бой в моей карьере. У меня был отличный конец года. Я чувствую, что теперь по-настоящему набираю обороты в профессиональном боксе. Это большой скачок в плане качества оппонента. Джулис, бывший объединенный чемпион мира, имеет огромный опыт на самом высочайшем уровне. Поэтому мне нужно будет показать свое лучшее выступление в карьере, чтобы продолжить свой забег. Мурат Гассев может провести дюбитный поединок в супертяжелом весе у себя на родине в России. Изначально Мурат должен провести бой в феврале, но из-за внутренних разногласий в команде бой был перенесен. Один из вариантов проведения следующего боя Мурата в России, цитирует ТАСС представители команды Гассева. Легенда бокса Ивандер Холифилд высказалась о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе. Александр Усик действительно хороший боец. У него отличная школа, он левша, он движется вверх, но супертяжел весы сейчас очень крупные. Усик будет сражаться с парнями, которые намного больше его. В свое время мне пришлось делать то же самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, я мог отлично двигаться, поэтому и побеждал. Усик должен делать так же. Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с крючком. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем. Промоутерская компания TopRank официально объявила о том, что экс-чемпион мира в двух весах Хосе Педраса выступит 9 мая во Фресно в андеркарте Хосе Карлоса Рамиреса и Виктора Постола. Соперником Педраса станет участник Олимпиады в Пекине 30-летний американец Хавир Малина. Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Он проводит тренировочные сборы в клубе «Ахмат». Вчера Емельяненко провел очередное совместное занятие с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. На своей странице в Инстаграме Александр разместил любопытные видео. Судя по всему, Кадыров проводит с бойцом взрывную тренировку. И Емельяненко в подписи к ролику отметил, что друг Рамзан загонял его перед спаррингом. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставляйте свое мнение в комментариях. И увидимся в следующем выпуске. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok